мы тут начали копать и откопали подвалы веселуха полная всех приветствую мы тут начали копать и откопали подвалы видать хотели что-то тут строить до похоже или ну да скорее всего что-то построить хотели и бамс наткнулись а там вот я вижу но по закруглению видно что там сводчатый потолок явно там какие-то арматурины торчат фонарик вряд ли там что-то я увижу то ну что-то просматривается прикольно копали-копали и выкопали что-то ну понятно что как минимум там этаж вон там посередине проходит тоже сейчас мы сбоку посмотрим да он дам обвалилась видать копали обрушилась там уже с кирпичей такой сводчатый потолок там видно вправо в ту сторону окно было ну там дальше он что-то обвалилась тоже с кирпичей вот накрыто этой деревянной деревянным щитом интересно он там дальше что-то плохо понятно отсюда зайти бы туда все спуститься посмотреть ну то что видим то видим вот такие вот раскопочки начинаются он камней сколько там наворотили видать еще куда-то да интересно интересно ну тут в принципе я так уже давно говорил тут денег об не скорее всего все таки будет и скорее всего тут не везде копать можно копать я туда дом сейчас принципе мы пройдем туда я вот михаилу покажу да вот михаил тут проходила обнаружил прикольно ну сводчатый потолок у хозяин вышел сейчас у него спросим быстренько нажму паузу но мы так понимаем вот стоим думаем как тут произошло они вот забурились видите толщины и такие арматурины а потом видать решили углубиться немного и вот это вот бам-бам тут начала у них обрушаться когда копали потому что вон 4 они во всей стороне по всем сторонам на это самое на сверлили ладно пошли дальше прикольно прикольно ну короче тут вот кирпич дуды ну так выглядит как песчаник вот где закруглено отсюда мы толком посмотреть не можем где срез вот тут вот видно что выглядит как песчаник похоже чем-то типа болгаркой срезали пошли дальше но тут как бы чтобы понятно было я вот так повернусь налево и там видно окно где машина проехала приблизим и сейчас туда подойдем но этот принципе подвал я показывал уже там кирпич внизу возможно еще копать и копать глубже можно мы же не знаем так видно что там кирпичи внизу и сейчас мы повернемся направо и тут вот у нас справа ли правом кирхи он тут вот здание где там штрафы выписывают и библиотека и там еще рядом сейчас покажу в общем тоже показывал в принципе сейчас еще мы тут пройдемся еще михаил говорит одно там место есть посмотрим в этом месте похоже просто больше как бы откопали насколько мы понимаем там вот выше где мы были там меньше откапывали а тут скорее всего из-за вот этих домов вот этого здания и тут видите дорога как глубоко проходит тут больше откопали все вот это вот дело ясма еще пройдем но окна понятно тут они наружу делаются просто маленькими где-то вот так просто даже закрывается там сейчас еще интересный кусочек кому-то наверно даже и надоело что показывают эти кирпично-балочные но дело в том что когда туда заглядываешь там просто жесть там просто жесть там каменные стены тому же кирпичом блин не туда нажал вот так видно вот так но там еще не откопано понимаешь это да вот это вот снаружи это облицовочная там стены но как минимум метр сейчас второе окно посмотрим в общем как я говорил вот эти кирпично-балочные они на древних зданиях все стоят на старых на древних каких-то какие-то там с кирпичные какие-то даже и раньше вообще ничего не видно к сожалению вот так если посвятить туда там стены такие сводчатые потолки до сводчатый потолок куда показываю ни фига не вижу как-то так да сводчатый потолок такой просто жесть о блин он туда идет через весь дом ну и там понятно что ни фига не откопано толком и тут сочи ты там да там просто жесть я вам скажу просто жесть веселуха полная обалдеть это представляете какая тут глубина еще это мы сверху спустились и тут еще глубина идут я показывал тут жарку они так для красоты видать оставили это вообще прикольно конечно скорее всего подчеркнуть что это старина именно ну он тарочка тем самым показать что смотрите а тут целые ворота еще закупаны но их тоже уже пару раз наверно показывал ворота на можете три метра тут вообще конечно если вот как мы сейчас только прошли домик такой домик допустим иметь и там покопать я думаю там много чего можно интересного накопать но скорее всего там же не разрешат копать вот даже несмотря на то что хозяин дома скорее всего ему не разрешат копать наверно разрешение надо скажут какие-нибудь там коммуникации проходят тебе нельзя там копать то вдруг что-нибудь найдешь то что в историю никак не вписывается да вот все на таких глубинах где-то больше откапывают где-то меньше сейчас пойдем дальше но это они это скорее всего знаешь как показать что старина видишь они там заштукатурили вот с той стороны а здесь оставили ну для нас это как бы неплохо что оставили ладно пошли далее но тут к сожалению уже не раскопки а засыпки идут тут уже насыпь насыпали тут местами непонятно там он плита лежит какая-то для чего ее там положили что накрыли там потом вот тут ну тут понятно в принципе тут скорее всего как раз есть вот эти окна скорее всего мешать закрыли их нафиг которые идут туда в подвал может открыть да их может скрыли эти окна там а потом накрыли непонятно что то ну по-любому мы уже там ничего не увидим понятное дело ну ладно в принципе везут как бы все как везде так все понятно кругом подвалы окна которые скорее всего являются этажами с этой стороны ничего не копали нет так ладно пойдем дальше вот это мне тоже колонны мне очень нравятся такие восемнадцатый век крутячие что самое главное на ощупь их трогаешь реально как стекло до такой степени они гладкие восемнадцатый век чем же они их так умудрялись обрабатывать представляете восемнадцатом веке умели же делать прикольно прикольно два шага в сторону вот они даже но по ширине один в один и там внизу уже решеткой накрыты такие же окна огромные просто один в один а тут походу под дверями а дверь уже сделали в окно тут когда-то и скорее всего окном было а дверь где-нибудь там под землей была когда-то оригинальная ну такая фигня повсюду сейчас пойдем в собор тут вот михаилу все таки я дал пульку может с ним что-то будет происходить интересненькое ну почта конечно тут вообще там с той стороны три метра как минимум то и больше лестница вниз уходит там бы куда-нибудь вниз бы зайти но кто-то давно спустит сколько сюда хожу таки не понимаю что это для чего маленькая дверка там какая-то это окошечко ну-ка в окошечко заглянуть оно не соединяется ни с чем тут какая-то такая что-то да тут навес и видишь она закрывалась тоже так мощно но туда конечно мы не можем заглянуть а можно открывается блин скрипит юбор из этой сейчас меня спарят ну я не знаю что за камера тут просто пипец корове ходим смотрим вообще ничего не понимаем чего для чего чего интересно чем официально чем они тут пишут об этих таких ну тут ну тут ладно что-то может стояла там понятно тут скорее всего тоже что-то подобное было переделали что ли ну да песчаник видно свежий тут ты миша не трогай она сейчас запищит сигнализация я тут руку потянул первый раз не знал хотел просто потрогать что за материал она запищала тут я текать отсюда быстрее шучу конечно вот еще одна камера такая тут поуже боковой нету блин тут сверху он что-то это смотри деревянная вставочка ладно идем дальше так хочу мне сегодня так камера ярко снимает я не пойму тут темно блин как в одном месте у меня что-то камера так ярко снимает непонятно обновилась что ли там говорю так ярко чуть-чуть со света ушел вообще ничего не видно темень полая там проходили дверь четыре метра где-то а тут ну с меня где-то ростом я сто восемьдесят шесть чё к чему вообще четыре метра и даже двух метров наверно нету нету конечно ну где-то около двух метров короче короче идем дальше ну сегодня немало походили в лифкофранкер хи были тут соборе были ходили ничего с нами не произошло ни с пульками никакой реакции ничего совершенно единственное что тут соборе мы одновременно зевнули зазевали то есть сон как бы начало нас тянуть ну и дам вот эти деревянные сооружения стали смотрели непонятно они один в одном такие огромные может туда закрывали человека на дня три он оттуда выходил потом здоровый как огурчик мы не знаем чего для чего много вещей совершенно сейчас непонятно для чего использовалась на этом наверное наша сегодняшняя прогулка завершена хватит солнце мы уже давно не видим что погода вот такая состоит пасмурно на этом всем удачи счастья здоровья пока а а а Субтитры создавал DimaTorzok